Школьные истории Димы Василькина И даже не второклашка Больше в школу меня провожать не надо А я теперь буду работать по сменам То утром, то вечером, сказала мама Иногда утром мне придется уходить очень рано И я не смогу тебя провожать Ну, а я всегда рано ухожу, напомнил папа Ты еще спишь Вот и не надо провожать Теперь буду сам ходить Ну, не знаю Ты дорогу в школу найдешь Ну, мам, конечно найду Целых два года туда ходил Дима, ты же такой рассеянный Вдруг ты задумаешься И пройдешь мимо школы Или вообще в другую сторону свернешь Да нет, никуда я не сверну И задумываться не буду А если ты по дороге потеряешь что-нибудь Ключи от дома, сменную обувь Или даже учебник Мам, ну как я могу потерять учебник? Он же в портфеле Да ты и рюкзак можешь потерять Ты его до одиннадцатого класса собралась за ручку водить Ему уже девять лет Пусть привыкает к самостоятельности Страшновато как-то Ничего страшного нет Все будет в порядке Вот увидишь Я стал ходить в школу один Все и правда было в порядке Ну почти Так случались какие-нибудь пустяки Несколько раз я забывал Дом о тетради, учебнике Альбом для рисования, дневник и пенал Два раза оставил в школе пакет со сменкой А один раз действительно прошел мимо школы Но быстро опомнился и побежал назад И даже не опоздал на урок Мама обо всех этих мелочах Конечно не знала Она радовалась, что у меня Очень даже неплохо Получается быть самостоятельным И все было замечательно Пока однажды у меня не пропал рюкзак В тот день вместо первого урока Мы в актовом зале слушали пожарного Который нам рассказывал О правилах пожарной безопасности На втором уроке у нас была физкультура на улице А на третьем уроке Я обнаружил, что у меня нет рюкзака Я стал оглядываться по сторонам Василькин, сядь прямо Сколько можно вертеться? Светлана Алексеевна У меня куда-то рюкзак подевался Вот это новости Куда же он мог подеваться? Не знаю Ты его в класс приносил? Конечно приносил Кажется Кажется или приносил? Я стал вспоминать Ну да, точно Я принес его в класс И как обычно бросил возле парты Я каждый день так делаю Вот пакет с физкультурной формой Здесь под партой А рюкзака нет Приносил? Я точно помню И где же он? Может быть у него выросли ножки Он ушел в столовую? Он проголодался Отощался два урока Не переживай, Василий Не переживай Он поедет и вернется Светлана Алексеевна Велела всему классу проверить Возле своих парт Но моего рюкзака Нигде не было А можно я сбегаю в спортзал В раздевалку? Вдруг я его там забыл Ты же сказал, что принес его в класс Ну, вроде принес А может и нет Светлана Алексеевна Отпустила меня И я побежал в спортзал Раздевалка была заперта на ключ Я бросился в учительскую Там мне сказали, что учитель физкультуры Занимается на улице с четвертым классом Я побежал на улицу На стадионе за школой Я нашел учителя Выпросил у него ключ от раздевалки Вернулся в спортзал Все напрасно Рюкзака там не было Потом я проверил каждый ряд В актовом зале Где мы слушали пожарного После этого спустился на первый этаж И осмотрел весь коридор Особенно ту лавку На которой я переобувался утром Рюкзак словно испарился Его нигде нет Ребята Может кто-то видел рюкзак Василькина? Может кто-то хотел пошутить И спрятал его? Да нет Я даже не видел с процентом Нет Он сам потерял Это плохая шутка Ваш одноклассник уже пропустил целый урок И как он будет дальше учиться без учебников и тетрадей? Тот, кто это сделал, должен признаться Но никто так и не признался На четвертом и пятом уроке Я писал на чужом листочке чужой ручкой И смотрел в чужой учебник А потом пошел домой с одним только пакетом В котором лежали физкультурная форма и сменная обувь Я шел и думал Как буду объяснять маме, что у меня пропал целый рюкзак? Она, конечно, скажет Ну вот, я так и знала Ну вот, я так и знала Какой же ты взрослый, если ты не можешь уследить за своими вещами Тебя еще надо водить за ручку, как маленького Рано тебе быть самостоятельным Я открыл ключом дверь и застыл на пороге Я увидел свой рюкзак Он лежал на полу возле тумбы для обуви Именно там, где я его оставил сегодня утром Джентльмен по неволе Моя соседка по парте, Лиза Комарова Пришла в школу нарядная и с белыми бантами Что это ты так вырядилась? У меня сегодня день рождения Тут в класс вошла учительница музыки Ольга Викторовна И начался урок Мы писали слова новой песни А потом пели ее по тетради А я время от времени поглядывал на Лизу Мне было ее жалко Сидит вся такая красивая В праздничной одежде А лицо грустное Как тут не загрустить? День рождения у человека А ее никто не поздравляет Все учатся, как ни в чем не бывало Как будто сегодня самый обычный день Как будто и не праздник вовсе И все потому, что никто не знает про Лизу Про ее день рождения Ни класс не знает Ни Ольга Викторовна Да и откуда ей знать? Ведь она ведет у нас только один урок в неделю Она даже фамилии наши путает Меня до сих пор не Василькиным зовет А Васильковым Вот Светлана Алексеевна наверняка знает Но ее пока нет Я улучшил момент Достал из ранца большое красное яблоко Которое мне положила мама И протянул Лизе Вот возьми С днем рождения Ой, спасибо Лиза так обрадовалась Что у нее даже щеки покраснели Конечно, она не яблоку обрадовалась Что, она яблок, что ли, не видела? Ей было приятно Что хоть кто-то ее поздравил Очень обидно, когда в классе Никто не помнит о твоем дне рождения Это уж я по себе знаю Мой день рождения Всегда попадает на каникулы И меня никогда не поздравляют одноклассники Один только Костик Бойко Но он мой друг И мы видимся не только в школе Лиза повеселела И мне тоже стало радостно Как будто это не я подарил А наоборот Мне что-то подарили Вторым уроком У нас был русский язык Внимание У Лизы Комаровой сегодня день рождения Ей исполнилось 9 лет День рождения Поздравляю тебя Поздравляю тебя День рождения Лиза прошла по рядам И дала нам по шоколадному батончику Хотела я тебя сегодня спросить, Комарова Но раз уж ты именинница Не буду портить тебе праздник Василькин к доске Выручай свою соседку Этого я не ожидал И правила плохо выучил Потому что к доске сегодня не собирался Меня уже спрашивали на прошлом уроке А Светлана Алексеевна Никогда не вызывает два раза подряд Поэтому я особо не готовился Я же не знал, что у Лизы будет день рождения И мне придется отвечать вместо нее Плохо, Василькин Слабенькая троечка Нужно лучше готовиться Кузнецов к доске Я сел на место Почему я должен страдать Он был не очень трудный? Я его дома перевел Почти весь Только несколько слов не понял А лезть в словарь было лень Я быстро подсчитал, какое предложение мне достанется И успокоился Незнакомых слов там не было Значит, все в порядке Я переведу правильно Очередь дошла до Лизы Яна Игоревна, а у меня сегодня день рождения В самом деле? Я тебя поздравляю А можно вместо меня Василькин переведет? Он за меня сегодня весь день отвечает В честь праздника Ну, хорошо Раз твой сосед такой джентльмен Василькин Продолжай Я немела от такой наглости И никак не мог найти глазами нужную строчку А когда Яна Игоревна подошла и ткнула ручкой в текст Мне стало совсем плохо В этом предложении как раз было слово Которое я не перевел дома Его должна была прочитать Комарова, а не я Ну, Василькин, чего замер? Читай фразу и переводи на русский Я начал читать Дошел до слова Mary go round И остановился Я не знал, как оно читается Нам оно еще не попадалось Но признаться в этом Яне Игоревне было нельзя Она всегда говорила Если вы встретили незнакомое слово в тексте Нужно его выписать себе в словарик Найти транскрипцию и перевод И выучить Я ничего этого не сделал Но я же не знал про день рождения Комаровой Василькин Всю группу задерживаешь Mary go round Round Mary go round Это новое слово Василькин, ты выписал его в тетрадь? Да Хорошо И как оно переводится? Я смотрел в учебник и молчал Как оно переводится? Кто ж его знает? Это и не слово даже, а целых три Тройное какое-то слово И почему в этом английском языке Все не как у людей? И ведь не подскажет никто Все замерли, англичанку боятся Уже очень она у нас строгая Вот Костик обязательно подсказал бы Не побоялся Но он в другой группе Я вижу, в словарь ты даже не заглядывал Заглядывал? А чего терять? Все равно уже двойка светит Ну так переводи Мы все тебя внимательно слушаем Я лихорадочно соображал Так, Мэри это скорее всего имя Мэри Гоу, ходить А round Вроде бы круг Только непонятно При чем тут Мэри и круг Если в тексте Говорится про двух братьев Которые отправились с папой В городской парк Но другого-то варианта Все равно нет А, была не была Мэри ходит кругами Что? Мэри ходит кругами Класс, тише Тише Василькин, ты чего плетешь? Какая Мэри? Мэри, гоу-раунд Это карусель Просто карусель Тут я еще больше на нее разозлился Если она знала, как переводить предложение Зачем отдала его мне? Когда прозвенел звонок с урока Яна Игоревна ушла Одноклассники подходили ко мне Хлопали по плечу И говорили Ну как там, Мэри Долго она будет ходить кругами Пока ее Василькин не остановит Останови, Василькин Она уже совсем загружилась Ха-ха-ха-ха Как смешно Лучше бы подсказали вовремя Кому охота двойку вместо тебя получать? Вместо меня? Как же мне надоел тот день рождения, Комарова И ты сама надоела Хуже горькой редьки Я схватил ранец, растолкал всех И побежал в раздевалку Чтоб я еще хоть кого-нибудь из класса Поздравил с днем рождения Никогда в жизни Карусель, карусель Начинает рассказ Это сказки, песни и веселье Карусель, карусель Это радость для нас Прокачешь на нашей карусели Гора на плечах Мы с папой смотрели фильм в кинотеатре И там один герой предал своих друзей Потом долго мучился И в конце фильма признался, что это сделал он А когда признался, сказал Прямо гора с плеч Пап, при чем здесь гора? Это такое выражение Когда чувствуешь себя виноватым Кажется, что у тебя на плечах Огромная тяжесть Это как штангу этих У силачей Ну мы с тобой соревнования смотрели У тяжелоатлетов? Ага Ну, примерно Только это совсем другая тяжесть, Дима Какая другая? Муки совести могут давить сильнее Чем какая-то там штанга Даже если она весит 5000 килограммов? Да хоть все 50 тысяч Я думал об этом несколько дней Все никак не мог понять Как это муки совести Могут быть тяжелее штанги В 5000 килограммов Совесть это просто слово И оно ничего не весит Легче воздуха А штанга раздавить может Вон как эти тяжеловесты Мучаются, пока ее поднимают Я однажды пнул одну такую Когда ходил с папой в спортзал Она даже не шелохнулась Вот и выходит, что штангу И совесть даже сравнивать нельзя Думал я об этом Думал А потом забыл А тут Костик принес В школу Новенький блестящий смартфон И стал им хвастаться Ух ты! Ух ты! А вот вы Мальчишки А малый Мальчишки Все наши мальчишки Его окружили Стали просить Посмотреть и подержать Костик не жадный Он всем разрешал И в руки его брать И по экрану Пальцем водить Даже Ярику Кочкина А уж у него Всегда руки грязные Все Костику завидовали Такого крутого смартфона Вообще ни у кого не было Даже у моего папа Был хуже Я все что угодно Могу на нем делать А еще посмотрите Какой яркий здесь фонарик Его даже сейчас видно А когда темно Он вообще как прожектор светит Давай проверим Мы только проверим Так ярко видишь Я тоже как в черном Все завистливо вздыхали И передавали смартфон Друг другу Я его дольше всех держал Ведь Костик все-таки Мой друг А потом начался Урок физкультуры Мы переоделись В нашей спортивной раздевалке И пошли в зал Я делал упражнения Бегал, приседал А сам все думал Об этом классном смартфоне Он у меня просто из головы Когда мы в конце урока стали играть в волейбол Костик неловко прыгнул и подвернул ногу Учитель физкультуры понес его на руках в медпункт Все гурьбой побежали следом Интересно же посмотреть, как Костику будут ногу бинтовать А я по пути завернул в раздевалку И вытащил у Костика из ранца смартфон Ведь неизвестно, сколько ему придется просидеть в медпункте с забинтованной ногой Ходить-то он сразу не сможет Ему будет больно, грустно и одиноко А я дам ему смартфон И он сможет отвлечься Поиграть во что-нибудь Никто не подумал о Костике А я подумал Вот какой я хороший друг Я бежал, торопился в медпункт И вдруг оступился на лестнице И от неожиданности взмахнул рукой Той самой, в которой был смартфон Он вырвался из руки И запрыгал вниз На меня как будто столбняк напал Я стоял и смотрел Как он скачет и ковыркается по ступенькам И не мог пошевелиться от ужаса Как во сне Когда за тобой гонится кто-то страшный А ты не можешь бежать Потому что ни руки, ни ноги тебя не слушаются Я шел вниз к смартфону Почти зажмурившись Очень боялся увидеть вместо него Одни обломки Но обломков не было Удивительно, но смартфон каким-то чудом уцелел Не раскололся на куски Только у него была огромная трещина на весь экран И он не включался Мне стало жарко, а потом сразу холодно И в животе противно заныло Я схватил смартфон и побежал назад в раздевалку Там я сунул его в ранец Костика Там, где он и был А со звонком перемчался к медпункту И смешался с толпой одноклассников Никто даже не заметил, что я пришел позже всех Костик в этот день больше не учился За ним приехала мама на машине И увезла его домой Я не помню, как дожил до конца уроков Мне казалось, что Костик сейчас войдет в класс Ткнет в меня пальцем и закричит Я знаю, это ты разбил мой смартфон Дома я выключил телефон Потому что боялся, что Костик мне позвонит Спал я плохо, постоянно вздрагивал и просыпался Еле-еле дождался утра и встал в такую рань Что мама спросила, не заболел ли я? Когда это я так рано вставал в выходные? Все воскресенье мы с мамой и папой провели в торговом центре Катались на катке, ходили по магазинам, сидели в кино А у меня перед глазами все время был Костик и его разбитый смартфон Я ни о чем другом думать не мог Вечером Костик мне все-таки позвонил По домашнему телефону Его-то я не мог выключить Димыч, представляешь, кто-то разбил мой смартфон Наверное, когда мы на физре были Ты не видел? Никто чужой не входил в раздевалку? Нет, Костик, я не видел Может, ты его сам уронил? Да нет, я не мог Перед уроком он целым был Я точно помню А потом он в Ранце лежал до самого дома А может, это кто-то из класса? Пока мы все к врачу ходили Не знаю Я там был возле кабинета вместе со всеми На самом деле, это не мой смартфон был Это папе коллеги подарили на юбилей А я без разрешения в школу взял Да еще и разбил Ты не представляешь, как мне попало Я теперь на месяц наказан Мне не то, что компьютер Мне теперь даже телевизор смотреть не дают И телефон отобрали Мой живот скрутил еще сильнее И голос совсем пропал Я быстро попрощался с Костиком Сказал, что мама зовет И положил трубку И лег спать восемь часов Но спать не мог Только лежал и мучился Что будет, если Костик вдруг узнает Что это я во всем виноват Что это из-за меня его так строго наказали Он больше не будет со мной дружить? Наверное, я бы не стал дружить с человеком Который меня так обманул А что сделает со мной его папа? Заставит заплатить или купить точно такой же? А мои родители? Что скажут они, когда узнают Что я разбил такой дорогой смартфон Нет, нельзя, чтобы они узнали Никак нельзя Целых три дня я просто не находил себе места Я не мог ни есть, ни спать, ни делать уроки Даже играть не мог А еще не мог смотреть Костику в глаза На моих плечах лежала гора И она весила не пять тысяч килограммов И даже не пятьдесят Она весила больше, чем все самые тяжеленные штанги в мире А потом я почувствовал, что больше так не могу Что гора меня просто раздавит Тогда я подошел к Костику У меня тряслись ноги И сердце колотилось в горле И хотелось убежать без огрядки Но я все равно сказал Костик, это я разбил твой смартфон Ты? Да, я Нечаянно Я хотел принести его тебе Если хочешь, пойдем к твоему папе И я ему скажу, что ты не виноват Только не переставай со мной дружить Костик смотрел на меня удивленно, но не сердито А я чувствовал, как с моих плеч Сваливается эта огромная гора И на душе становится легко-легко И радостно И пусть мы с Костиком теперь будем наказаны вдвоем Пусть меня целый месяц не подпустят к компьютеру И мне ничего не будут покупать Даже сладкого Потому что папа будет платить за ремонт смартфона Все это можно вытерпеть Это ведь не так тяжело Как неподъемная гора на плечах Лучше раньше, чем никогда Как-то в воскресенье вечером К нам пришли гости Мама и папа усадили всех за накрытый стол в гостиной А меня никто не усаживал Я сам уселся Дима, ты уроки сделал? Собираюсь Ты со вчерашнего дня собираешься Я же тебя предупреждала Сегодня будут гости Сделай уроки заранее Сколько тебе раз говорить Все надо делать вовремя Не сделаешь вовремя Получишь кучу проблем Да сделаю я, сделаю Что ж, мне и поесть нельзя? Я специально медленно ел Чтобы меня не выгнали из-за стола А то что ж, получается Взрослые будут есть и веселиться А я должен сидеть над тетрадками Когда я наконец наелся Подводник дядя Миша стал рассказывать про свою службу Как можно уйти из комнаты, где рассказывают о подводной лодке И я тихонько сидел и почти не шевелился Чтобы взрослые обо мне не вспомнили И слушал дядю Мишу Мама все же заметила меня И выпроводила из-за стола Но через пять минут Я отбросил учебник в сторону И побежал обратно в гостиную Петь караоке? Без меня? Я же петь люблю больше всех И по пене у меня пятерки Когда я спел шесть любимых песен Мама отобрала у меня микрофон И велела садиться за уроки А гости стали танцевать Я сидел над учебником и читал правила Одну и ту же строчку И ничего не понимал Потому что в соседней комнате Гремела музыка Слышались смех и веселые голоса Мне было обидно Им там весело А мне надо учить это скучное правило А потом еще писать упражнения На безударные гласные И решать примеры по математике Почему так несправедливо устроено Что все самое хорошее и интересное У взрослых Гости ушли очень поздно А я уже лежал в постели Мама проводила их И зашла ко мне Дима, ты уроки выучил? Я притворился, что сплю Не мог же ей ответить Что я так ничего и не выучил Как можно учиться Когда все вокруг веселятся Ну ладно Завтра твой дневник скажет за тебя На следующий день В школе Светлана Алексеевна Стала проверять тетради Василькин, почему нет домашнего задания? Я испугался Если она поставит мне двойку в дневник Мама отнимет у меня планшет А папа поставит пароль на компьютер Что я буду делать без планшета и без компьютера? Я хотел сделать Интересно Хотел и не сделал Что же тебе помешало, Василькин? У нас вчера были гости Они шумели и мешали мне И я не мог сосредоточиться Ладно, садись И не поставила двойку Я помчался домой Радостный и с чистым дневником Через три дня Нам задали выучить стихотворение Я заигрался в компьютер И совсем про него забыл Вспомнил только в классе Когда Светлана Алексеевна Начала спрашивать всех по списку Василькин, ты опять не готов? Что на этот раз? Приходили папины друзья Они смотрели футбол И ужасно кричали И я не смог выучить Светлана Алексеевна нахмурилась И покачала головой И снова не поставила двойку На следующей неделе Мы писали словарный диктант Когда нам раздали тетради Я увидел, что все слова Перечеркнуты красным Василькин, ты очень плохо подготовился Что, опять гости помешали? Я кивнул А что мне оставалось делать? Я ведь уже понял Что когда мне мешают учиться гости Двойки я не получаю Я хотел выучить Даже на улицу с учебником вышел Чтобы мне никто не мешал Только замерз и быстро вернулся Безобразие А вечером мама вернулась домой Сама не своя Знаешь, что я узнала сегодня в школе? Что? Оказывается, у нас очень веселая жизнь К нам каждый день ходят гости Да что ты Представь себе Они так шумят, что мешают нашему сыну хорошо учиться Из-за них он никак не может сосредоточиться на домашнем задании Как интересно Мне захотелось провалиться сквозь землю Я смотрел в планшет и не мог поднять глаза на родителей Кажется, я знаю, как это исправить Кажется, я знаю, как это исправить Давай-ка сюда планшет Надо создать Диме идеальные условия для учебы Да, его больше ничто не должно отвлекать Ему нужно хорошо сосредоточиться Он сейчас будет делать уроки А мы с тобой тихонечко оденемся И пойдем в кино А завтра можно пойти в бассейн А послезавтра погулять по парку Будем каждый вечер уходить, чтобы он мог спокойно заниматься в полнейшей тишине Вот тогда он у нас станет отличником И они ушли А я поплесся к своему письменному столу и взял в руки учебник Лучше бы я сделал те самые уроки раньше До прихода гостей Как и просила мама Ну, Пушкин, ну погоди После уроков мы сразу побежали к Костику Играть в новую компьютерную игру Можно было и ко мне пойти Но у меня мама работала во вторую смену И пока еще была дома А когда играешь в новую компьютерную игру Совсем не хочется, чтобы мама была дома Разве она даст нормально поиграть? А вот у меня как раз никого не было Бабушка уехала на три дня к приятельнице Папа был на сутках А мама должна была прийти с работы поздно Поэтому мы наигрались вдоволь Аж до пяти часов вечера А потом я собрался домой Я обещал папе выучить уроки до его прихода Я надел куртку и кроссовки И крутанул замок на входной двери В нем что-то щелкнуло Костик почему-то испугался Кинулся в двери и стал возиться с замком Мне было жарко стоять в куртке Ну ты чего? Дай выйти Выйти? Да ты сломал замок Теперь мы не сможем выйти до мамы Я ничего не ломал Я его только немного покрутил Вот именно, покрутил Он у нас и так заедал А ты его доломал Мы дергали за дверную ручку Крутили замок Стучали по нему Все было бесполезно Потом я позвонил маме И она обещала приехать пораньше Часов в десять Как в десять? У меня папа в семь придет, а меня нет Ну позвони ему, чтобы не беспокоился А уроки я когда делать буду? Да хоть сейчас Рюкзак же у тебя с собой Делать нечего Мы вернулись в комнату Костика И сели за уроки Решили все примеры Написали упражнения по русскому языку Даже правила выучили Как и оказывается здорово Готовить домашнее задание вместе Не скучно Можно помогать друг другу Правила проверять И ответы подсказывать Ну вот, а ты боялся Вернешься домой А уроки все сделаны Что там по чтению задали? Стих На странице восемьдесят шесть Сейчас мы с ним быстро разберемся Давай учебник А откуда у меня учебник? Я его не брал Сегодня чтения не было Доставай свой А у меня его нет Как это нет? Но я его на выходных у крестных забыл В другом городе А она уже почтой выслала А как ты без учебника? На прошлом уроке мне Светлана Алексеевна давала свой А сегодня я хотел у тебя взять Мы посидели немного молча Потом Костик схватил свой телефон У меня где-то номер Кузнецова был А зачем тебе Кузнецов? Спрошу, что за стих? Тут мне позвонила мама И я долго с ней разговаривал Объяснял, что случилось Хотя ей папа, наверное, уже все подробно объяснил Иначе откуда она узнала бы Что мы с Костиком заперты у него дома? Димыч, я все узнал Сейчас мы этот стих в интернете найдем Я гений, скажи! А что за стих-то? Да, Пушкина! Про какую-то Татьяну Ой, гляди, сколько их! Ага И все про Татьяну Какой же из них наш? Не знаю Сейчас позвоню Кузнецову Пусть прочитает первые строчки Костик поговорил с Кузнецовым И бросился к компьютеру Ты запомнил строчки? Скажи вслух, а то забудешь Да какие строчки? Он сейчас на тренировке Говорит, что больше не отвлекали Сказал только, что этот стих Отрывок из Евгения Онегина А что это, Евгения Онегина? Да откуда я знаю? Он так сказал Отрывок из Евгения Онегина Там что-то про Татьяну Зиму и снег Ну ладно, давай искать Нашел! Похоже, что он Слушай Татьяна Русская душою Сама не зная почему С ее холодную красою Любила русскую зиму Костик, ты посмотри Какой стих огромный! Крути вниз! Какой огромный! Кажись, это не то! Как же не то! Это Пушкин? Пушкин! Татьяна есть? Есть! Зима и стих тоже есть! Все равно нам не могли Так много задать Кузнецов же сказал Отрывок Значит, кусочек От этого огромного стиха Да? Где этот отрывок заканчивается? Докуда учить? Снова позвоню Кузнецову Трубку не берет У кого бы еще спросить? Погоди У меня вроде номер Майзлина есть Майзлина? Да он двух строчек Выучить не может У него по чтению двойка Ничего, по учебнику прочитает Илюха Майзлин гулял на улице И домой возвращаться не хотел Чего-то там про Пушкина И про его Татьяну Евгеньевну Онегину, кажется Послушай, вот это Татьяна русскую душою Сама не зная почему С ее холодную красою Любила русскую зиму Вроде и это Ну да, снег был И зима была, кажется Ну хотя бы скажи Стих длинный? Ты шутишь? Да он огроменный Сколько строк? Десять? Двадцать? Да там все пятьдесят Или даже сто Василькин, отстань ты со своим стихом Некогда мне И мы с Костиком стали учить стих Мы учили его целых три часа С небольшими перерывами К десяти вечера моя голова была как чугунная И я чувствовал, что больше не могу запомнить ни слова А мы дошли только до сорок второй строчки Все, я дальше не буду учить У меня сейчас голова треснет от этого Пушкина Зачем он такие большие стихи писал? И вообще непонятно о чем Писал бы себе маленькие, легкие И не морочил детям голову Наверное, за большие стихи денег больше платили Нормально Ему больше платили, а мы мучаемся теперь В десять-пятнадцать пришла мама Костика Но освободили нас только в одиннадцать Пока бегали за слесарем Пока вскрывали дверь Пока я ждал папу Домой я попал только в двенадцатом часу И сразу рухнул в постель В учебник чтения даже не заглянул Мне уже было все равно, сколько строчек мы не доучили Так, давайте быстренько ответим стихотворение прямо по списку У нас большая тема по-русскому Поэтому мы потратим на нее остаток этого урока Бойко к доске А что, прям весь стих рассказывать? Ну, конечно, весь Что за вопросы? Костик пошел к доске, как приговоренный Он еще перед уроком сказал мне, что вообще ничего не помнит Когда он начал читать, запинаясь на каждом слове Брови Светланы Алексеевны поползли вверх Класс оживился и зашептался Наконец Костик доковылял до строчек Служанки со всего двора Про барышень своих гадали Бойко? Что ты мне читаешь? Пушкина Понятно, что Пушкина, что именно? Я почел неладный и стал быстро листать учебник Лизы Комаровой Свой я так и оставил дома, в столе Василькин, что ты там возишься? Какой отрывок я задавала? Из Евгения Онегина Я понимаю, что из Евгения Онегина Как он начинается? Что я мог ответить? Я уже смекнул, что мы с Костиком все-таки выучили не тот отрывок А как начинается правильно, я не знал Не успел долистать до нужной страницы Тут Тимур Валеев поднял руку, встал и начал рассказывать В тот год осенняя погода стояла долго на дворе Зимы ждала, ждала природа Снег выпал только в январе на третья в ночь Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна Поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор На стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре Сорок веселых на дворе И мягко устланные горы Зимы блистательным ковром Все ярко, все белок кругом Я не мог поверить своим ушам Это же про осень И Татьяна встретилась где-то только в середине И снег всего один раз упоминается И строк всего четырнадцать Выучить, расплюнуть А мы-то с Костиком мучились весь вечер А теперь еще и двойки получим Мне стало так обидно, что я встал и сказал Мы с бойкой перепутали Но мы же все равно выучили Мы в три раза больше выучили, чем нужно И отрывки у нас огромные Светлана Алексеевна, мы же не виноваты А кто виноват? Пушкин? Да, Пушкин А зачем он столько похожих стихов Про Татьяну и Зиму написал? Ему что, одного не хватило? Светлана Алексеевна не рассердилась А тоже засмеялась А потом и объяснила Что Пушкин не писал много стихов Про Татьяну Он написал один большой роман в стихах И называется он Евгений Онегин А Татьяна это главная героиня Роман делится на главы и отрывки И эти отрывки мы учим в разных классах Кузнецов и Майзлин сбили нас с толку Поэтому мы нашли не тот стих Да еще и не знали, где остановиться Светлана Алексеевна Все же разрешила нам рассказать наши отрывки Но предупредила Что снизит оценку на бал За невнимательность Я получил 4 А Костик 3 с минусом Оказалось, все 42 строчки Каким-то чудом удержались у меня в голове Я вздохнул с облегчением Что все так удачно закончилось А Костик был, конечно, недоволен Тройка с минусом И намного лучше двойки Третья тройка подряд Ну, Пушкин Ну, погоди В четверти На классном часе Светлана Алексеевна раздала нам дневники С оценками за четверть Я раскрыл свой на последней странице Я столбенел Потому что увидел тройку Одну единственную По русскому языку Я поднял руку Светлана Алексеевна Да, Василькин У меня по русскому тройка Я знаю Я же ее сама тебе поставила Но почему? Как почему? Потому что Ты ее заслужил Ты несерьезно занимался в этой четверти Отвечал плохо Правила вообще перестал учить Помнишь, сколько раз Я просила тебя взяться за ум? Но вы же сказали Что у меня спорная оценка Между тройкой и четверкой Ну, вот Тройка и переспорила Ты за последнее правило Получил три А за контрольный диктант Три с минусом Что ж ты теперь обижаешься? Раньше надо было думать Я сел на место И уставился на свои оценки За четверть Ровная колонка Четверок и пятерок Четверок, конечно, больше, чем пятерок Но все равно Они приятно смотрятся А эта противная тройка Затесалась сюда И все портит Стоит такая безобразная Среди нормальных оценок Словно червивая дырка В красивом яблоке Жуть! Конечно, я и раньше получал тройки И даже двойки В дневник и журнал Но никогда в четверти У меня не выходила тройка Как оказывается Это обидно и неприятно Что теперь скажет мама? Она ведь была отличницей Аж до девятого класса А папа до шестого Мы с папой учились очень хорошо А ты наш сын И должен учиться еще лучше Потому что дети Должны быть умнее своих родителей А у меня не получалось Быть умнее У меня всегда были четверки И за четверть И за год Особенно мне русский язык Не давался Вроде бы выучу правила А все равно ошибки Делаю в диктанте И именно на это правило Да и по другим предметам Тоже бывали трудности Я уже смирился Что мне даже до папиных Успехов не дотянуться А про маму и говорить нечего Никогда мне не стать отличником И не порадовать их Но раньше у меня были Хотя бы четверки А теперь это тройка в четверти Что ж получается Я теперь троечник? Домой мне идти не хотелось Потому что мама Еще не ушла на работу Она обязательно спросила бы Ну что, хорошист? Ты у нас все еще хорошист? Это она так шутила А вдруг ты однажды скажешь Нет, я уже отличник А что мне теперь отвечать? Я отправился к бабушке Мама вообще-то не любила Когда я навещал бабушку один Потому что она жила не очень близко До нее надо было ехать на автобусе Ну разве человек в третьем классе Не может один доехать на автобусе До своей родной бабушки? Бабушка обрадовалась Что я приехал Стала угощать меня блинами С творогом и вареньем А я и есть совсем не мог Кусок в горло не лез Ты сегодня сам на себя не похож Что-то случилось? Ну я и рассказал ей про тройку в четверти А что? Бабушке можно Она всегда за меня Что ж Не понравилась она тебе? Тройка твоя Бабушка, ты шутишь? Как она может понравиться? Вот и хорошо Почему хорошо? А значит, ты больше не захочешь Чтобы она появлялась В следующей четверти Будет четверка Да, в следующей А с этой тройкой мне что делать? А с этой ничего Пусть стоит на своем месте Пользу приносит Да какая от нее польза? Ну а как же Вот не хочется тебе уроки учить А ты возьмешь дневник Посмотришь на тройку в четверти И вспомнишь этот день Как переживал И как тебе было неприятно Хочешь, не хочешь А учить придется Вот так понемногу И исправишь А вдруг не получится исправить? Получится У папы же получилось Он к четвертому классу Даже отличником стал А сначала Тройка на тройке скакала И тройкой погоняла Как тройка на тройке? Ты о каком папе говоришь? Да о твоем О каком же еще? Не веришь? Вот сейчас покажу Бабушка ушла в комнату И через некоторое время Вернулась с потрепанным дневником Я прочитал на обложке Дневник ученика Второго Б класса Василькина Сергея Бабушка Он что и правда папин? Да папин, папин Засмеялась бабушка И ушла разговаривать по телефону А я листал дневник И не мог поверить своим глазам Оказывается папа Не был никаким отличником Во втором классе У него было целых три тройки И даже не за четверть А за год Вот это да! Когда я вернулся домой Мамы уже не было Я сел на диван И просидел так Наверное целый час Все думал и думал И никак не мог поверить Что мама с папой Обманывали меня А когда пришел папа Я сразу показал ему свой дневник Я хотел посмотреть ему в глаза Когда он будет рассказывать мне Про собственные пятерки И про то, что дети должны быть умнее родителей Папа увидел тройку Но не стал меня ругать Он посмотрел на меня И сказал Досадно Что будем делать? Исправлять Это правильно Если хочешь, могу помочь У меня есть опыт В таких делах В каких делах? Открою тебе один секрет Я ведь целых два года Был троечником А потом мне обидно стало Что я совсем глупый что ли? Что я русский с математикой Не одолею И вот в третьем классе Исправил все свои тройки А в четвертом и пятом Стал на пятерке учиться Вот так, брат Извини, что не рассказал сразу Не думал, что понадобится А мама? Мама тоже сначала была троечницей? Нет, мама всегда была Круглой отличницей Без обмана Нам с тобой до нее расти и расти Ну что, готов попробовать? Конечно Внимание! Музыкальный номер У нас в школе был концерт Художественной самодеятельности Для начальной школы Выступали по несколько человек От каждого класса От нашего третьего А Выступила Ксюша Цветкова С басней Крылова Мартышка и очки Она специально нарядилась Под мартышку И нацепила на нос Большие очки Все смеялись И очень громко ей хлопали Подумаешь Я б тоже так смог ревляться Ну да Басню читать каждый может Потом выступал Никита Кузнецов Он у нас спортсмен И занимается карате Никита ходил по сцене босиком В белом кимоно И показывал разные движения Ему тоже хорошо хлопали И даже свистели Ничего особенного Ногами махать Много ума не надо Так себе номер Даже хлопать неохота А что же вы не выступаете? Сами ничего сделать не смогли А теперь сидите И всех обсуждаете Это мы не смогли Мы просто не захотели А если бы захотели А если бы захотели Мы бы такое сделали И какое же? А такое Что просто ого-го Все бы нам стоя аплодировали Ой да ладно ого-го Вы же ничего не умеете Я хотел ей ответить Но Светлана Алексеевна Шикнула на нас И мы замолчали Потом выступили еще трое Из параллельного класса Мы с Костиком и их обсудили Но теперь наклонялись Поближе к друг дружке Чтобы Лиза не слышала Только она все равно Косилась на нас И ехидно улыбалась Вот вредная Дернуть бы ее за косу Да посильнее Чтобы не задавалась Не выйдет Коса сзади А мы впереди Вот если бы она Перед нами сидела Тогда можно было бы Да В следующий раз Надо думать Куда садиться Чтобы нам никто Разговаривать не мешал Третий класс выступили? А потом на сцену Вышел мальчишка Из четвертого А С гитарой в руках Невысокий такой мальчишка Даже и не скажешь Что он учится В четвертом классе Он спокойно мог Сойти за третиклассника И даже за второклассника Мальчишка сел На приготовленный Для него стул Пристроил гитару На одно колено И обхватил ее руками Как-то очень уверенно Обхватил Поправил микрофон А потом заиграл И так хорошо заиграл Как настоящий музыкант Я даже сначала подумал Что это не он заиграл А радио включилось Но потом понял Нет Это он играет На самом деле Звук-то от гитары Идет прямо в микрофон И пальцы вон Как по струнам бегают Быстро-быстро Кажется, сейчас запутаются Мелодия была такая веселая Заводная Что все сразу стали хлопать Ей в такт А когда он закончил И поклонился Все просто вопили от восторга И даже подскакивали с мест А эта вредина Комарова Сказала нам с насмешкой Да ерунда Ничего особенного Вы бы лучше смогли И аплодировали бы вам громче Правда ведь? Я шел домой А этот четвероклассник С гитарой Не выходил у меня из головы Как он красиво играл Просто мастерски Вот бы мне так научиться Я представил Вот на новогоднем концерте Ведущий объявляет Внимание! Музыкальный номер Выступает Дмитрий Василькин Третий А И тут я выхожу на сцену с гитарой И начинаю играть И все замирают от восторга А мелодия у меня очень быстрая И очень сложная И мои пальцы просто летают по струнам А весь зал кричит Свистит и хлопает И только одна Комарова сидит Вся зеленая от зависти И слезами заливается Ах, какая я дурочка Что не верила Василькину Какой он талантливый музыкант А я даже стих выучить И то не смогла А правда? Почему бы и нет? Почему бы мне не научиться Играть на гитаре? Если этот щуплый мальчишка смог Значит и я смогу Он ведь всего на один класс старше меня А по росту так вообще я выше Ему до меня еще расти и расти Вечером я сказал маме и папе Мне нужна гитара Это еще зачем? Чтобы играть И чтобы меня все слушали А почему не барабан? Зачем мне барабан? А он громче Точно все услышат Папа, я же серьезно Я хочу научиться играть на гитаре И сыграть на новогоднем концерте в школе Красивую мелодию Ну да Тогда это действительно серьезно К тому же у тебя очень много времени Чтобы освоить гитару Целых два с половиной месяца Да ты Ты за это время станешь виртуозом Я обиделся на папу за его шуточки Почему он не верит, что у меня получится? Я что, хуже этого четвероклассника? Научиться играть на каком-нибудь инструменте Очень сложно Это очень долгий и трудный процесс И на это может уйти несколько лет Ты думаешь, почему люди в музыкальной школе По шесть-восемь лет учатся А потом еще в консерваторию поступают А ты хочешь до Нового года Научиться свободно любые мелодии играть? Да не нужны мне ваши консерватории И музыкальная школа не нужна Я сам научусь Буду каждый день играть понемногу Так и натренируюсь Как можно научиться без музыкальной школы? Ты ведь даже нот не знаешь А зачем мне ноты? Я же не по нотам играть буду А по струнам Мама, папа, ну купите мне гитару Я правда хочу играть Очень-очень Мама тяжело вздохнула и ушла в кухню А папа снова взялся за свою книжку Но я-то от них не отставал Я каждый день заводил разговор о гитаре Меня прямо жгло и пекло изнутри Так мне хотелось взять ее в руки Ударить по струнам И заиграть заводную мелодию И наконец через неделю Они сдались Ладно, давай купим ему гитару Пусть учится Тут у меня в книге написано Что тягу ребенка к обучению Отбивать нельзя Надо дать попробовать А то вдруг у нас в семье растет гений Это в какой же книге написано Что мы должны потратить деньги на предмет Который будет валяться без дела Вот в этой Детская психология для родителей Это нам на родительском собрании раздали, между прочим Ты же не была, поэтому не знаешь Очень правильная книга Светлана Алексеевна плохую книгу не раздала бы И мы поехали покупать гитару Только обещай нам, что ты пойдешь в музыкальную школу И будешь заниматься с учителем Ладно, ладно И теперь все свое свободное время Ты будешь тратить на уроки гитары И музыкальные домашние задания Никаких компьютеров и телевизоров Понял? Понял, понял А я сейчас что угодно мог пообещать Мне купили гитару Я научусь играть Я выступлю на новогоднем концерте Меня записали в музыкальную школу К учителю гитары А он вместо того, чтобы учить меня играть красивую музыку Стал показывать мне Как правильно сидеть и держать гитару Потом он рассказывал, как называются части гитары Я все это записывал в тетрадь и учил Потом мы перешли к нотам Потом мы стали заучивать, где какая нота располагается на грифе гитары Прошло две недели, а я даже не начал учиться играть А куда нам торопиться? Запомни, Дима Музыка не терпит суеты и случайных людей Через месяц он показал мне, как играть в траве сидел кузнечик Я учил кузнечика очень долго Все никак не мог запомнить, где какие струны надо зажимать Но потом все же запомнил и гордо сыграл маме с папой Они долго мне хлопали Вот видишь, а ты не верила Ты не верила, что наш Дима упорный и целеустремленный Они радовались, а мне было совсем не радостно У меня болели пальцы от этих тугих струн А голова гудела от непонятных нот Я хотел играть в компьютер Хотел гулять с Костиком и другими ребятами А вместо этого я должен был сидеть на уроке в обнимку с гитарой И разучивать всякие дурацкие аккорды и гаммы Мне уже совершенно не хотелось выступать на сцене Да и с чем выступать? Внимание, музыкальный номер Дмитрий Василькин играет на гитаре В траве сидел кузнечик Да весь зал умрет от смеха И Комарова самая первая Как-то на перемене я увидел того самого четвероклассника-гитариста И подошел к нему Ты сколько времени на гитаре учился играть? Я и сейчас учусь Я только через два года музыкальную школу окончил А когда же ты начал учиться? Еще в детском саду Шесть лет Тут мне стало совсем тоскливо Это сколько же мне еще терпеть? Целых шесть лет пройдет, пока я научусь Столько лет мучиться, чтобы в девятом классе сыграть на гитаре Проще пойти и дернуть Комарову за косо Чтобы больше не издевалась Нет, все, хватит Лучше буду жить как раньше Гулять с ребятами Смотреть мультики и играть в компьютер И я забросил гитару Она лежала теперь на шкафу И мама во время уборки смахивала с нее пыль влажной тряпкой А я зажил нормальной жизнью В которой не было никаких нот И никаких аккордов с гаммами Наверное, я все-таки был тем случайным человеком Которых музыка не терпит А что делать с ребенком, который не сдержал своего обещания И обманул родителей? В твоей умной книжке это не написано? Нет, но зато там написано Что в любой, даже самой неприятной ситуации Можно найти что-то хорошее И порадоваться этому Вот как? И что же хорошего в нашей ситуации? То, что Дима не захотел рояль Мы как-никак на пятом этаже живем И он весело захохотал Мама пыталась нахмурить брови Но не выдержала и тоже рассмеялась А гитару мы отдали моему двоюродному брату Которого только еще собирались записать в музыкальную школу Пусть теперь он мучится Почти не опоздал В середине декабря папа уехал в командировку А маме нужно было выйти на работу на сутки Даже не знаю, что делать Бабушка-то все еще в больнице Может, Наташе позвонить? Зачем Наташе? Не надо? Мамина двоюродная сестра Наташа Училась в педагогическом институте последний год Она собиралась стать учителем младших классов Наташа обожала оставаться со мной Когда мама с папой куда-то уезжали Или надолго задерживались на работе Ей нравилось учить и воспитывать меня Она на мне тренировалась Наташа присмотрит за тобой и уроки проверит Да и тебе не будет одиноко Все-таки целые сутки Не надо мне никакой Наташи Я уже взрослый Я и сам прекрасно справлюсь Знаю я, как ты справишься Будешь допоздна играть в компьютер А потом проспишь в школу Не просплю и играть не буду Нет, конечно, я поиграю, но совсем чуть-чуть А потом буду делать уроки И спать лягу вовремя Что-то верится с трудом Дима, я ведь даже разбудить тебя не смогу Мне утром некогда будет звонить домой Я заведу будильник и сам проснусь Вот оставь меня одного И тогда все сама увидишь Когда я все сама увижу Уже будет поздно На следующий день мама разбудила меня Покормила завтраком И рассказала, что мне есть на обед и ужин Приду завтра утром в половине девятого Если ты еще будешь не в школе Тебе достанется на орехи Больше я тебе не поверю И впредь ты будешь оставаться только с Наташей Все будет в порядке Что ты так волнуешься? Я проснусь в семь часов Соберу ранец Умоюсь Позавтракаю Запру дверь на два оборота И пойду в школу В восемь часов я уже буду сидеть за партой А в полдевятого ты придешь домой Увидишь, что меня нет И успокоишься Успокоишься с тобой Я оделся и отправился в школу Вернулись домой мы вместе с Костиком Пообедали тем, что оставила мама И стали играть в компьютер Жаль, что играть пришлось недолго Костика позвала домой бабушка Я хотел сесть за уроки Но потом подумал, что у меня еще полно времени Целый вечер впереди И снова пошел к компьютеру Ближе к вечеру Мне позвонила мама Все в порядке? Конечно Я поел и скоро возьмусь за уроки А сейчас что делаешь? В компьютере торчишь Глаза портишь? Нет Я уже его выключил Не ложись поздно В школу проспишь Я вернулся к компьютеру Потом у меня и в самом деле Заболели глаза Я походил по комнате Часто поморгал Как советовал у папа Но речь в глазах не проходила Я поискал папины капли для глаз Которые он закапывает Когда он долго работает за компьютером Но капель нигде не было Наверное, папа увез их с собой Тогда я лег на свою кровать И решил немного полежать С закрытыми глазами А потом, когда глаза отдохнут Взяться за уроки Я так полежал-полежал И незаметно уснул Проснулся и ахнул Проспал В темноте осветились красные цифры На электронных часах Восемь-пятнадцать Я вскочил, как ошпаренный Бросился к окну Темный двор Идет снег Горят фонари Обычное зимнее утро Нет Не совсем обычное Обычно я встаю вовремя А сегодня все-таки проспал Как и боялась мама Теперь мне напишут дневник замечания Мама рассердится И всегда будет звать Наташу Посидеть со мной Я включил свет И стал лихорадочно собираться А сам все время смотрел на часы Уже двадцать минут девятого А вот уже двадцать пять Сейчас придет мама И застанет меня дома И мне крепко влетит Я похватал учебники Какие попались под руку Я даже не помнил нашего расписания Да что там расписание Я даже не мог сказать Какой сегодня день недели Я выскочил из дома Даже не позавтракал И понесся в школу Бежал и представлял Как сейчас войду в класс Посреди урока Как Светлана Алексеевна Покачает головой И скажет С добрым утром, Василькин Ты как раз вовремя Сейчас звонок прозвенит Сурока А весь класс будет хихикать И называть меня Соней и Сурком Эти мысли подстегивали меня И я бежал еще быстрей Дверь в школу оказалась заперта И окна были темными Светилось только одно окошко На первом этаже Я стоял на крыльце Стучал в дверь И ничего не мог понять Почему никого нет Почему школа закрыта Еще слишком рано Ну как может быть рано Если уже около девяти Вдруг дверь распахнулась И я увидел незнакомого человека В теплой жилетке Он удивленно посмотрел на меня Ты чего барабанишь? Чего тебе надо? Как чего? Учиться пришел Говорили мне, что программа Сейчас в школе сложная Но я и не думал Что настолько, чтобы еще и по ночам учиться Чего? Чего-чего Школа закрыта Не видишь, что ли? Ночь на дворе Иди ложись спать Утром придешь Он закрыл дверь И тут до меня дошло Было действительно девять часов Но не утра, а вечера Оказывается, я заснул И проснулся тем же вечером И перепутал его с утром Потому что в декабре Что утро, что вечер Одинаково темно Я бежал домой по заснеженной дороге И весело напевал Я не мог поверить Что все так хорошо закончилось Утро пока не наступило И я никуда не опоздал Какое счастье! Значит, я еще успею все доделать И поставить будильник на семь часов утра И поужинать И приготовить уроки И поиграть в компьютер Легкая пятерка Светлана Алексеевна Сказала нам в пятницу Ребята, из-за карантина по гриппу У нас пропало несколько уроков математики Поэтому самостоятельную работу номер одиннадцать Я задаю вам на дом В выходные у вас будет достаточно времени Чтобы разобраться со всеми заданиями В понедельник утром Вы мне их сдадите И она раздала нам наши книжечки С заданиями Для самостоятельных и контрольных работ Которые обычно хранились у нее в шкафу Мы все ужасно расстроились В этой самостоятельной работе номер одиннадцать Четыре задания И задача А кроме математики Нам еще правило по русскому учить И читать огромный рассказ по чтению На целых три страницы Пропали выходные А самое обидное Что после карантина Нас в классе было всего шестнадцать человек А остальные двенадцать Все еще болели И никакая самостоятельная работа Им не грозило Почему половина класса должна мучиться А половина спокойно отдыхать Где справедливость? И только один Илюха Майзлин Нисколько не огорчился Он сидел за своей партой И загадочно улыбался На перемене мы окружили его И потребовали Ну-ка признавайся Что ты придумал? Наш Илюха был мастер на всякие выдумки Ты что, в понедельник в школу не придешь? Уезжаешь куда-нибудь? Да нет, он просто заболеет В воскресенье снега наглотается А в понедельник у него будет ангина Приду я в школу, приду Можете успокоиться Ты не будешь самостоятельную делать? Скажешь, что со всей семьей в гости уезжал? Нет, что свет в доме отключили Он руку бинтом замотает и скажет Писать не мог Я и в школу бреду И самостоятельную принесу Да еще и пятерку за нее получу Ты? Пятерку? Да, и причем легко По математике Илюха больше тройки с минусом Никогда не получал Смейтесь, смейтесь Вы мне еще завидовать будете Я знаю один секрет Все сразу налетели на него И стали секрет выпытывать Разве честно, когда кто-то знает секрет Как легко получить пятерку А другим не рассказывает У меня решебник есть к этой книжке С заданиями Мама недавно купила Там все решения и ответы Мама сама купила, чтобы ты списывал? Да нет, конечно Когда я двойку за контрольную приношу Она по решебнику смотрит Что у меня неправильно И как надо было решать И заставляет меня переписывать Ей Светлана Алексеевна сказала так делать А я запомнил, куда она его кладет Вот и спешу завтра А где она такое купила? Я тоже такое хочу Да там в книжном магазине Возле торгового центра Только их там мало было Может уже и закончились После уроков мы с Костиком Помчались в книжный магазин Мы боялись, что остальные Опередят нас и раскупят все решебники А мы останемся без легкой пятерки И будем все воскресенье делать задания по математике Нам повезло Решебников в магазине было еще много Но мы смогли купить только один На два у нас денег не хватило Мы договорились списывать задания по очереди Сегодня Костик, а завтра я Когда мы были у кассы В магазин вошли Никита Кузнецов и Тимур Валеев А на улице перед входом Мы встретили еще Алину Сотникову Ксюшу Цветкову и Лизу Комарову В воскресенье я сбегал Костику за решебником Костик уже все сделал И был очень доволен Класс! Я всего 10 минут потратил Самостоятельно готово Думать не надо, решать не надо Перекатал и порядок Вот бы по всем предметам решебники достать Представляешь, как было бы легко учиться Дома я сел за стол и приготовился Переписывать выполненные задания В свою тетрадь В комнату вошел папа Ты все еще над уроками сидишь? Ты и вчера что-то учил Нам еще самостоятельную работу На дом задали А я хотел тебя на каток позвать Смотри, какая погода хорошая Да мне недолго Я сейчас быстро напишу и пойдем Как это ты быстро напишешь? Там же думать надо, решать Стоп, а это что такое? Да это нам в школе дали В школе дали? Готовые задания с ответами? Облегчить жизнь себе решил От трудностей убегаешь Ну, папа, ни от чего я не убегаю Просто если я буду сам решать Потрачу целый час А если спешу, то всего 10 минут Тебе жалко времени на твои же знания? А дальше что будет? Вот станешь ты, к примеру, доктором Ты своих пациентов По решебнику будешь лечить? Да? Или представь Ты пилот самолета И вдруг серьезная ситуация Нужно срочно принимать правильное решение А ты вместо того, чтобы спасать Самолет и пассажиров Сидишь и листаешь решебник Потому что не привык решать сам А привык получать готовые ответы Имей в виду, Дима Решебников на все случаи жизни Не бывает Пап, да ладно тебе? Я и сам смогу решить А вот сейчас и посмотрим Никаких решебников! Я потратил на уроки кучу времени Все никак задача не получалась Я даже папу хотел позвать Но потом передумал Решил сам разобраться И разобрался Пусть на это ушло полтора часа Но разобрался Сам без посторонней помощи В понедельник мы сдали Наши самостоятельные работы Светлане Алексеевне А утром во вторник Она положила стопку тетради На край стола и сказала Наш класс показал удивительные результаты Пятнадцать одинаковых оценок Такого еще не было У меня упало сердце Пятнадцать пятерок И шестнадцатая Моя двойка или тройка Потому что все списывали А я решал сам Вот и нарешал Все-таки надо было дать Самостоятельную папе на проверку Светлана Алексеевна раздала тетради Со всех сторон послышались Удивленные возгласы Я открыл тетрадь И не поверил своим глазам Пятерка Пятерка? Как это может быть? Что, не ожидали? Действительно, поразительные результаты Пятнадцать двоек И одна пятерка Но почему двойки? Мы же... Вы же что? Списали с решебника? А там неправильно решена задача Опечатка в решении Вот вы и попались У всех пятнадцати человек Одна и та же ошибка И только у Василькина Совершенно другое решение И оно правильное Вот ему я поставила пять А всем вам по двойке Поэтому Василькин После пятого урока идет домой А все остальные будут писать Самостоятельную работу Номер двенадцать Под моим наблюдением И без решебников Пятнадцать человек Ерзали на стульях И недовольно бубнили А я смотрел на свою честно Заработанную пятерку И она оказалась мне Самой красивой из всех Которые я когда-либо получал Минус тридцать Как-то вечером Мне позвонил Костик Димыч, ты телевизор смотрел? Нет, я уроки делаю Ну и зря Завтра в школу Все равно идти не надо Почему это не надо? Кто сказал? По телевизору сейчас сказали Завтра будет сильный мороз Минус тридцать И что, в школу идти не надо Тоже сказали? Ну прямо так не сказали Светлана Алексеевна Нам говорила Что если будет минус тридцать В школу не надо приходить Ты что, забыл? Я вспомнил Она действительно Нам такое говорила В начале зимы Даже не про минус тридцать А про минус двадцать семь При минус двадцати семи градусах Начальная школа не учится Сказала она А если уж по телевизору Сказали, что будет минус тридцать Значит вообще школу закроют Я очень обрадовался И не стал доделывать математику И маме с папой сказал Что мы завтра не учимся Из-за сильных морозов Странно А в интернете Про морозы ничего не пишут Ну может в интернете И не пишут А по телевизору сообщили А ваша Светлана Алексеевна знает? Конечно знает Она нам сама сказала Не приходить Утром мама и папа Ушли на работу И не стали меня будить А в девять часов Позвонил Костик Димыч, ты в школу пошел? Нет, не пошел Вот и я не пошел А мы учимся сегодня Как учимся? Ты же мне сам сказал Сильные морозы Минус тридцать Да нет никаких морозов Отменились Светлана Алексеевна Маме сейчас позвонила Сказала, чтобы я через пять минут В школе был А твоей маме не звонила? Нет пока Хотя скорее всего звонила Просто мама на работе Не всегда может взять трубку Я не стал ждать Пока Светлана Алексеевна Дозвониться до моей мамы А вскочил с постели Пуле оделся И побежал в школу Оказалось, что в школу Сегодня не пришли Аж восемь человек Тоже услышали по телевизору Про сильные морозы С этого момента не верим Ни телевизору Ни интернету Верим только термометру За окном И мне И уроки учим Всегда Василькин Даже если на утро Не надо идти в школу Все понятно? Нам все было понятно Особенно мне Я был очень счастлив Что она не поставила мне Двойку за домашнюю работу И решил Что теперь буду Очень осторожно Относиться к прогнозу погоды Прошла неделя В начале февраля Неожиданно ударили морозы Каждое утро Термометр показывал 21 или 22 градуса А я так ждал Что красный столбик Опустится до 27 Даже стучал по стеклу пальцем Но все было бесполезно Он не падал И школу из-за морозов Не закрывали Однажды утром Мама сказала мне Дима, одевайся теплее Сегодня минус 30 Я сонно промечал Угу Но тут же подскочил в постели Подбежал к термометру за окном Минус 30 Включил телевизор Местный канал И там минус 30 Ура! Наконец-то! Наберу Костика Костик, минус 30 Да я уже видел Димыч, а вдруг мы все равно учимся? Да как учимся? Светлана Алексеевна сказала Верить термометру А там минус 30 Она сказала верить термометру и ей А она нам ничего не говорила Знаешь, Димыч, я все-таки в школу пойду А то мне мама голову оторвет Я вздохнул и стал собираться Мы встретились с ним возле школьного крыльца В школе горел свет Вот видишь, работает Хорошо, что пришли У него от мороза были красные щеки А изо рта валил пар Ага А то опять нам влетело бы Мы вбежали в вестибюль и остановились Он был совершенно пустой Как во время уроков Но до звонка оставалось целых 10 минут О, еще двое И чего вам всем дома не сидится Сказано же В минус 30 уроки отменяются с 1 по 8 класс Сегодня только старшеклассники учатся Мы с Костиком обрадовались и побежали на улицу А пойдем на горку? Раз уж у нас день свободный Пойдем Не домой же идти в самом деле Мы орали, смеялись, валялись в снегу Съезжали вниз по крутому склону на рюкзаках Разорванных картонных коробках И просто на спине Никакого 30-ти градусного мороза мы не замечали Было очень здорово и весело Пока нас не нашла Светлана Алексеевна Вот это да! Весь третий А в сборе Вы зачем пришли? Я же вам сказала, что мы сегодня не учимся Светлана Алексеевна, вы ничего нам не говорили! Вы что? Скажи же нам что-нибудь Вы ничего не говорили нам Как ты не говорила? Я рано утром позвонила Ксюше Цветковой и Илье Майзлину Ксюша должна была предупредить всех девочек А Илья всех мальчиков Пап, нам никто не говорил Нам никто ничего не говорил А они сами-то здесь? Нет А вот Ксюша! А Илья? Да вот она! Слушайте, я про вас не знаю Ты почему никому не позвонила? Я же тебя попросила передать всем по цепочке Светлана Алексеевна А вы и правда звонили мне? Я думала, что вы мне приснились Ну вот что, друзья Пойдемте-ка в школу Нечего здесь носы морозить Будем греться, сохнуть и учиться А с горки кататься целый час можно? Уроки для чего отменили? Чтобы вы в такой мороз не выходили на улицу А раз вы все равно вышли, будем учиться Бегом в школу! Ой, еще из-за Ксюши Из-за ее дырявой головы Но я и правда забыла Я думала, что мне все это приснилось Не ври! Ты нам нарочно не сказала! Да! И сама нарочно в школу пришла Я же тоже здесь, со всеми А вот Майзлин ваш где? Мы уже вошли в вестибюль Когда у меня зазвонил телефон Василькин! Мне сегодня велели передать Что? А я чего-то уснул Мы сегодня не учимся На улице мороз минус 30 Передай тому, кто не знает Да все уже знают, Майзлин День сутника На уроке английского языка Мы читали текст про 1 апреля Яна Игоревна рассказала нам Что у нас в России этот праздник называется День смеха А в Англии День дурака В этот день принято дурачиться Подшучивать друг над другом И разыгрывать друзей и знакомых А давай тоже кого-нибудь разыграем Скоро ведь 1 апреля Давай! А кого? Родителей? Не, родителей не интересно Давай лучше из класса кого-нибудь Кочкина, например Скажем, что его к директору вызывают Я представил себе огромные кулаки Ярика Кочкина Не, не надо У него с юмором плоховато Нам потом в этот день смеха Совсем не до смеха будет Ну да, точно Тогда может девчонку какую-нибудь разыграем Какую? Ну, Тюрину можно Тюрина отличница и староста Она не поверит, что ее куда-то там вызывают А мы что-нибудь у нее спрячем Сапоги, например И посмотрим, как она будет искать Да это не розыгрыш уже А воровство Она потом нажалуется и нам попадет А что же тогда делать? Костик, а давай всех разыграем Кого это всех? Ну, сразу всех! Весь наш класс! Здорово! Классная идея! А как? Пока не знаю как Надо подумать Мы пошли по домам И стали думать Только ничего путного в голову не приходило Я думал целый день Целый вечер И даже целую ночь То есть, конечно, ночью я спал Но во сне все равно думал Как, оказывается, трудно придумать хороший розыгрыш На следующий день Костик спросил Придумал? Нет еще А ты? Тоже нет Только всякая ерунда придумывается И у меня Прошло еще два дня До первого апреля остался только один день Завтрашний А у нас в запасе не было ни одной Даже самой захудалой шутки Слушай Может, классный журнал спрятать? Да не говори ерунду Журнал это документ А с документами шутить не надо Тогда крысу в класс принести Представляешь, какой визг начнется Где ты крысу возьмешь? Хм, можно в подвале поймать в нашем доме Она тебя искусает Будешь потом в больнице лежать Костик Мы не напугать хотим, а разыграть Розыгрыш должен быть не злым, а прикольным Понятно? Чтобы все смеялись потом А не злились на нас Да где ж такое взять-то? Костик, я знаю Знаю, что мы сделаем Мы всем скажем, что у нас вместо уроков Будет уборка класса Ну, субботник то есть Все придут без учебников А мы им скажем С первым апреля Классно? Так пятница же будет Разве субботник бывает в пятницу? Да и не поверит нам никто Когда это было, чтобы уроки ради уборки отменяли? Нет, не получится ничего Получится! Вот пошлушай На следующий день Мы еле дождались конца четвертого урока Сидели как на иголках Постоянно переглядывались и улыбались Предвкушали Какой веселый день смеха Мы устроим одноклассникам Вот они сидят Серьезные и грустные И даже не представляют Какую забавную шутку Мы им приготовили на завтра Это первое апреля Они запомнят надолго Наконец Светлана Алексеевна попрощалась с нами И ушла А мы оставили рюкзаки в классе И пошли в спортзал на физкультуру Посреди урока я отпросился в туалет А сам побежал в класс Как хорошо, что его никто не закрыл на ключ Если бы Светлана Алексеевна была где-то в школе Она обязательно закрыла бы И наш план провалился бы Я вытащил из своего рюкзака лист А4 Который мы с Костиком приготовили заранее И прикрепил его к доске цветными магнитами На листке большими буквами было напечатано Объявление Завтра в пятницу Вместо уроков в третьем А Будет проводиться Генеральная уборка кабинета Приходить к первому уроку С собой приносить тряпки И моющие средства Директор школы Мы это объявление два часа сочиняли И маме звонили, чтобы посоветоваться Как лучше написать Ну конечно не признались Для чего это нужно? Да маме и некогда было это выяснять Я еще хотел написать число Завтра первого апреля И так далее Но я сказал Что не надо напоминать про первое апреля Чтобы никто ничего не заподозрил После физкультуры Все вернулись в класс За рюкзаками и сумками И увидели объявление Что тут началось? Ура! Ура! Я не могу, что я сначала Грязь не грязь Ну конечно Поверили все Кто-то радовался и кричал ура Кто-то говорил, что лучше учиться Чем возиться с грязными тряпками Мы тоже не остались в стороне Тоже скакали вместе со всеми И поддакивали Чтобы никто не подумал, что мы что-то знаем Вечером мне позвонил Костик Димыч, ты домашку делать будешь? Не знаю, а ты? Вот сижу и думаю Делать или нет Ведь из наших никто не сделает А портфель ты возьмешь с собой в школу? Или с тряпками придешь, как все? Да Об этом мы как-то не подумали Если сделать уроки И прийти с учебниками в школу Сразу будет понятно, кто все устроил А если нет То как мы докажем, что этот классный розыгрыш наш? Мы же хотели перед всем классом Прокричать с первым апреля Давай лучше без портфеля и без домашки Как все На всякий случай Давай Тогда я погнал войнушку рубиться И вот наступила пятница Мы с Костиком пришли в школу пораньше Чтобы ничего не пропустить Светлана Алексеевна вошла Когда уже собрался весь класс В свободной одежде Без школьных сумок С тряпками Порошками И разноцветными пластиковыми бутылочками В которых булькали моющие средства Светлана Алексеевна Остановилась у своего стола И оглядела весь класс Глаза у нее были при этом Очень большие от удивления Что происходит? Что это за маскарад? Староста в чем дело? Субботник Какой субботник? Генеральная уборка Класс будем мыть Вместо уроков А кто вам это сказал? Директор Директор? Светлана Алексеевна Да вон же объявление Светлана Алексеевна Оглянулась на доску И долго молчала Потом сорвала наш листок И вышла К директору пошла Светлана Алексеевна Она не знала что ли? Конечно не знала Она же раньше вчера ушла Да-да-да Наверное Ее директор зовут Предупредила Мы с Костиком Переглянулись Мне почему-то Расхотелось кричать С первым апреля Вдруг кто-то догадается Чьих рук это дело Наша шутка получается Не такой прикольной Через некоторое время Светлана Алексеевна Вернулась Я не буду выяснять Кто так остроумно Поздравил всех С первым апреля Я и сама люблю Шутки и розыгрыши Поэтому сегодняшний день Шутника у нас пройдет Весело Интересно И насыщенно Сейчас мы будем Отмывать кабинет Хорошо и тщательно В течение трех уроков Потом пообедаем в школе Сходим домой за учебниками И будем учиться По расписанию Во вторую смену А вечером Вас ждет Двойное домашнее задание То которое вы не сделали Вчера Плюс то Которое я задам сегодня Все ясно С первым апреля Третья Вот бы узнать Кто этот шутник Тогда бы ему Точно не поздоровилось Ох как у меня Руки на него чешутся И не говори Сами бы ему врезали Тоже мне Первый апреля Самый веселый день В году Не, Димыч Неудачная идея была Ничего В следующий раз Получше придумаем Целый год Неизвестный писатель Лампочкин Заканчивался последний день весенних каникул Я уже сложил Я уже сложил учебники В рюкзак Приготовил школьную форму И собирался ложиться спать Дим, ты точно Ничего не забыл? Проверь все еще раз А то утром вспомнишь И будешь Носиться по дому Как угорелый Да нет, мам Ничего я не забыл И вдруг я застыл на месте Даже подушку Из рук выронил Я вспомнил Вспомнил то, что должен был вспомнить еще неделю назад В первый день каникул Читательский дневник Как я мог о нем забыть? Читательские дневники мы завели в начале года Мы записывали туда все книги, которые читали Но нужно было не просто указать название и автора Еще мы должны были назвать главных героев И кратко пересказать Что с этими героями происходило Но не совсем кратко Примерно на одну или две странички Светлана Алексеевна раз в месяц Проверяла читательские дневники И ставила оценки в журнал А на каникулы она задала нам прочитать Любую интересную книгу И описать ее в дневнике Я схватился за голову Где я в десять вечера найду интересную книгу И как я успею ее прочитать Да еще и пересказать письменно Дим, ты уже лег? Пока нет Сейчас я кое-что доделаю для школы Это быстро Дим, ну как всегда Как спать, так у тебя срочные дела находятся Что делать? Как завтра выкручиваться? Что говорить Светлане Алексеевне? Так не хочется начинать четверть замечания в дневнике Я осмотрел свою книжную полку Нет, ничего не подходит Те книги, что я читал Уже записаны в читательский дневник А те, что не читал Все равно не смогу записать Откуда мне знать, о чем они? Я пошел к папе Папа, расскажи мне быстренько какую-нибудь книжку Какую книжку? Ну, любую детскую Но только интересную Дим, давай не сейчас У меня срочная работа Да и не помню я детских книжек Сто лет уж прошло, как я их читал Тут у меня в голове что-то щелкнуло Я понял, что надо делать Я побежал в свою комнату Взял читательский дневник И уселся за стол А что, если я эту книжку просто придумаю? Вот сейчас возьму и напишу то, что в голову придет Ведь Светлана Алексеевна взрослая Как и папа Она тоже не помнит детские книги Конечно, она учительница И читала, наверное, больше папы Но ведь не может же она прочитать Все книги на свете Как она поймет, что я описываю книжку Которой нет Вверху страницы я вывел Приключения И задумался Чьи это будут приключения? Мальчика, девочки Или вообще кота? Мой взгляд наткнулся на красочный кариндаль на стене Обезьяна, точно! Это будут приключения обезьянки Которая сбежала из зоопарка И заблудилась в большом городе Я написал название Приключения шустрой обезьянки Потом сунул в рот леденцовую конфетку Посмотрел на фантик и добавил Барбариски Получилось очень хорошее название Приключения шустрой обезьянки Барбариски Я смотрел на него И у меня в груди росло странное приятное чувство И почему-то замирало сердце Словно внутри меня Надувался воздушный шарик И рвался куда-то вверх Мне хотелось сочинять про эту обезьянку Придумывать ее приключения И записывать их И я придумывал и записывал Дима, ложись, наконец, спать А я все писал Это было удивительно Я ведь всегда ненавидел писать А тут никак не мог остановиться Я и не знал, что так бывает Когда что-то захватывает тебя целиком И не хочет отпускать Невероятно Но это было лучше, чем играть в компьютер Когда я, наконец, лег в постель У меня счастливо колотилось сердце Словно накануне дня рождения Или Нового года Когда ложишься спать И знаешь, что завтра тебя ждут Радостные встречи И удивительные сюрпризы Но наутро мое настроение упало Я перечитал свое ночное творение И оно показалось мне ужасным А еще я сообразил Что написать-то я написал Но ведь надо еще и показать книгу А где я ее возьму? На уроке я сидел, как каменный истукан Не шевелясь и почти не дыша Лишь бы не привлекать к себе внимание Лишь бы Светлане Алексеевне Не вздумалась меня спросить Одноклассники выходили к доске Один за другим Показывали книги и зачитывали пересказы А я сидел и считал минуты до звонка Осталось десять минут Семь Пять Успеют меня вызвать или не успеют? Успеют или не успеют? Василькин, к доске Эти слова меня будто по голове ударили Нет, они прострелили меня на вылет Я поднялся из-за парты И на ватных ногах поковылял к доске Какую книгу ты прочитал за каникулы? Я прочитал книгу Громче, Василькин Как называется книга? Она называется Ну, Василькин, побыстрее можно? Она называется Приключения шустрой обезьянки Барбариски Хорошо, продолжай Идите на перемену Следующий урок русский язык На перемене мы с Костиком и другими мальчишками Носились друг за другом И кувыркались через голову И я от радости, что получил четверку по домашнему чтению Я от радости, что меня все-таки не спросили А остальные просто так, для развлечения Мы вернулись в класс со звонком Взмыленные и растрепанные Светлана Алексеевна подождала, пока мы успокоимся И приведем себя в порядок Василькин, к доске Я подошел к доске и взял мел Думал, что она сейчас будет мне диктовать слова Для фонетического разбора Положи мел и возьми свой читательский дневник Зачем? Как зачем? Мы же не закончили с тобой Но сейчас русский, а не чтение Ничего Мы можем потратить несколько минут на твой рассказ Нам всем очень хочется послушать О приключениях этой обезьянки Барбариски, кажется Уж очень название завлекательное Правда, ребята? Да, да, мы хотим вас жить Ну давай, я читаю Скажи, расскажи Давай Рассказывай, Василька Я рассердился Конечно, они хотят послушать Еще бы Им бы только не учиться И самим не отвечать И плевать на того, кто у доски мучается Я взял свой читательский дневник Вернулся к доске и стал читать Все внимательно слушали Это было так здорово Это было так здорово Очень интересная история И пересказал ты ее хорошо и очень подробно А кто же ее написал? Ты не указал автора Точно Про автора-то я и забыл Ведь если есть книжка Ее должен был кто-то написать Я поднял глаза к потолку И сделал вид, что вспоминаю Ее написал Тут мне на глаза попалась лампочка на потолке Лампочкин? Да, автор книги Лампочкин Григорий Я и сам не понял, откуда взял Григория Почему-то мне показалось, что писателя Лампочкина Обязательно должны были звать Григорием Григорий Лампочкин Никогда не слышала о таком писателе Ну, это новый писатель Неизвестный Его пока никто не знает А, так это начинающий писатель, да? Вот-вот, начинающий Точно Он еще мало книжек написал Одну Понятно, Василькин А что же ты книжку не принес? Забыл Оставил дома случайно Дома? Ладно Я тебя сейчас отпущу И ты за ней сбегаешь Очень хочется увидеть Эту замечательную книгу своими глазами Эээ Это я не могу У меня дома никого нет А и ключа нет Ну, хорошо Походи пока без оценки А вот принесешь книгу Я с удовольствием Поставлю тебе в журнал пятерку Садись, Василькин Весь остаток урока я думал Как мне быть? Ведь ясно же Что я никогда не смогу Показать Светлане Алексеевне Приключения Барбариски И зачем я только все это устроил Сам себя загнал в ловушку Что теперь делать? Каждый день говорить Что снова оставил книгу дома И ждать, пока Светлана Алексеевна Про нее забудет? Или пойти признаться? После урока я дождался Пока все выйдут из класса И подошел к Светлане Алексеевне Можно мне пересказать другую книгу? Ну вот А я так хотела увидеть книгу Григория Лампочкина Ладно, Василькин Так и быть В среду у нас чтение Я дам тебе время в начале урока Иди и читай книгу Известного писателя Которого все знают Даже я Спасибо А Лампочкину Передай, что он все равно молодец Ему надо продолжать писать Только пусть сначала пишет маленькие истории Например, о себе О друзьях, о школе О том, что он хорошо знает Все известные писатели Сначала были Лампочкинами Я бежал домой по весенним лужам И внутри у меня все трепетало от радости Какая замечательная идея Я обязательно попробую Ведь я смог написать даже про обезьянку Которую в глаза не видел И всем понравилось О себе и о школе я и правда знаю больше Можно, к примеру, рассказать Как я потерял рюкзак в начале года Или как мы с Костиком Выучили не то стихотворение Пушкина Или как я перепутал время И пришел в школу вечером Да мало ли историй можно вспомнить Дома я не бросился с порога Включать компьютер, как обычно Я переоделся Сел за стол И положил перед собой чистую тетрадь И снова почувствовал Как в груди надувается Радостный воздушный шарик И сладко замирает сердце Я счастливо вздохнул И стараясь писать красиво и аккуратно Вывел на первой странице Школьные истории Димы Василькина Ученика третьего А-класса Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова